Вот и подходит к концу этот сумасшедший год В этом видео мы решили собрать самые интересные анонсы, презентации, продукты, события, которые произошли в этом уходящем году крысы А в описании ищите ссылки на самые интересные продукты из этого видео Встречайте альманах технологий 2020 года Все самое интересное, только позитивное Поехали! 7 января Samsung представляет на выставке CES первый в мире автоматический поворотный телевизор Samsung DeSero Который там же получает награду Best of Innovation 16 января Польская студия CD Projekt Red начинает этот год заявление о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 5 месяцев С 16 апреля на 17 сентября Напоминаем, первый анонс этого игрового проекта состоялся 30 мая 2012 года 11 февраля Samsung проводит первый Unpacked 2020, на котором показывает новый раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip, а также свою флагманскую линейку Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra 5 марта Компания Realme на своей презентации представляет две новые модели смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro, которые на момент выхода становятся самыми доступными смартфонами с 90 герцовыми дисплеями 20 марта выходит Animal Crossing New Horizon, там огочи на максималках для всех владельцев Nintendo Switch 23 марта выходит игра года для ПК-геймеров Half-Life Alyx Этот проект показывает, каким увлекательным на самом деле может быть VR, а еще после ее выхода по всему миру отслеживается резкий дефицит вообще любых VR-гарнитур для ПК 26 марта Huawei проводит мероприятие P40 Series Global Launch, где представляет свою флагманскую линейку смартфонов, включающую в себя Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Plus, а также анонсирует выход новых смарт-часов Huawei Watch GT2 и GT2e 8 апреля Компания Kingsong представляет первое в мире моноколесо с активной подвеской Kingsong S18 9 апреля Вслед за компанией Kingsong InMotion представляет свое первое моноколесо с активной подвеской 14 апреля OnePlus проводит launch event, где показывает новые смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, а также беспроводные наушники Bullets Wireless Z 15 апреля Apple без проведения публичной презентации анонсирует на сайте iPhone Special Edition SE 2020 года 27 апреля DJI представляет квадрокоптер DJI Mavic Air 2 с новой системой обнаружения препятствий, улучшенной видеосъемкой до 4К 60 кадров в секунду, съемкой HDR до 4К 30 кадров в секунду, гиперлапсов в разрешении 8К и увеличенным временем автономной работы до 34 минут 13 мая Выходит ремейк оригинальной Mafia The City of Lost Heaven, Mafia Definity Edition, игра получила полностью новый переработанный мир и визуальный стиль персонажей, сохранив за собой легендарную историю 11 июня Sony проводит долгожданную презентацию The Future Gaming Show, на которой показывает геймплей видео с нового поколения приставок, а также впервые демонстрирует внешний вид Sony PlayStation 5 11 июня Xiaomi представляет свой новый фитнес-трекер Mi Band 5 Больше дисплей, 11 спортивных режимов, мониторинг пульса и сна, NFC и новая зарядка 18 июня Польская CD Projekt Red заявляет о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 2 месяца, с 17 сентября на 19 ноября 19 июня Выходит The Last of Us 2 Пожалуй, самая важная игра для PlayStation На момент выхода была спорной, а в конечном итоге стала игрой года 2020 22 июня Apple проводит ежегодный WWDC Special Event, где впервые показывает ряд новых операционных систем Для смартфонов iOS 14, для планшетов iPadOS 14, для смарт-часов WatchOS 7, для компьютеров macOS Big Sur, а также анонсирует разработку собственного чипа на ARM И представляет новый Mac Mini Developer Kit для разработчиков 30 июня Компания Realme объявляет о старте продаж своих телевизоров в Украине 16 июля Стриминговый сервис Spotify начинает работу в Украине 17 июля Выходит игра Ghost of Tsushima Единственная игра, которая хоть как-то поборолась в Last of Us 2 за звание лучшей в 2020 И взяла звание лучшей игры, по мнению игроков 5 августа Samsung проводит второй Unpacked в 2020 и показывает ряд новых продуктов Флагманский Samsung Galaxy Note 20, планшет Galaxy Tab S7, наушники Buds Live, смарт-часы Galaxy Watch 3, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2, а также эксклюзивную версию Z Fold 2 Tom Brown Edition 18 августа вышла Microsoft Fly Simulator, игра с самым большим открытым миром Игроку доступна вся планета Земля в масштабе один к одному Эта игра стала самым точным и технологическим авиасимулятором в мире 31 августа Samsung анонсирует новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M51 с рекордной для смартфона в классическом форм-факторе батареей в 7000 мАч 15 сентября Apple проводит ежегодный сентябрьский ивент, на котором показывает новое поколение смарт-часов Apple Watch Series 6, новый спортивный сервис Apple Fitness, сервис подписок Apple One, а также обновленный iPad 2020 16 сентября Sony проводит вторую в году презентацию, посвященную PlayStation 5 В этот раз демонстрируется еще десяток игровых проектов на консоль следующего поколения 16 сентября компания GoPro выпускает в продажу свою новую экшн-камеру GoPro Hero 9 Которая впервые с момента запуска линейки цифровых камер в 2006 году оснащена двумя цветными дисплеями Один из которых облегчает съемку в режиме селфи-видео, становясь ультимативным решением для съемки влогов в паре с лучшей стабилизацией среди камер на рынке 16 сентября компания Oculus представляет свой новый автономный шлем виртуальной реальности Quest 2 Который получил самое высокое разрешение дисплеев среди конкурентов, а также увеличенную производительность и нативную совместимость с VR-проектами на PC с помощью технологии Oculus Link 20 сентября мой день рождения 23 сентября Samsung проводит третий Unpack 2020 и показывает публике новый смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition Так сказать, молодежный вариант своего основного флагмана Galaxy S20 С плоским дисплеем, однако со всеми сильными сторонами старшего брата 24 сентября старт продаж GeForce RTX 3090 Новая веха в индустрии видеокарт и новая веха в игровой индустрии в целом Пожалуй, самое важное событие для поклонников ПК как игровой платформы 28 сентября в релиз уходит Genshin Impact Невероятный клон Legend of Zelda, вышедший, кажется, на всех возможных платформах Ждем только на Nintendo Switch Это экшен-РПГ в открытом мире с интересным сюжетом, да еще и бесплатно Таких игр на iOS и Android мы еще не видели 30 сентября Google проводит Launch Night in Event Где показывают ряд продуктов, среди которых Новая Chromecast на базе новой Google TV Новая домашняя акустика с Google Assistant Nest Audio Обновленную версию Pixel 4a с поддержкой 5G А также официально показывает новый флагман Pixel 5 Который был слит в интернет задолго до презентации 5 октября Польская CD Projekt Red заявляет о том, что Cyberpunk 2077 уходит на печать Тем самым, практически говоря о планируемом выходе игры В озвученные сроки 19 ноября 13 октября Apple проводит еще один ивент Где показывает компактную домашнюю акустику С голосовым ассистентом HomePod Mini А также новую линейку смартфонов В которой теперь сразу 4 модели iPhone 12 iPhone 12 mini Который становится самым компактным флагманом 2020 года А также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max В которых впервые в индустрии появляется LiDAR Для сканирования окружающего пространства Также новостью презентации становится факт Отсутствие в комплекте новых моделей iPhone Блока зарядного устройства В этот же день, 13 октября Компания Samsung на своей странице Facebook Высмеивает Apple за отсутствие зарядки в комплекте с новыми iPhone Заявляя о том, что это самое базовое, что должен получать пользователь 14 октября OnePlus проводит launch event На котором представляет новый смартфон OnePlus 8T А также новые беспроводные наушники OnePlus Buds Z 27 октября Знакомый нам CD Projekt Red заявляет о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 1 месяц С 19 октября на 10 декабря 2 ноября OnePlus представляет лимитированную версию OnePlus 8T в дизайне Cyberpunk 2077 Еще до выхода самой игры 4 ноября DJI представляет свой новый компактный и доступный квадрокоптер DJI Mini 2 С увеличенным радиусом работы, большей стабильностью при сильном ветре, большей скоростью, поддержкой видеосъемки в формате до 4К, а также фотосъемки в несжатом формате RAW 10 ноября Apple проводит event One More Thing, который становится одним из самых значимых событий в индустрии в 2020 году Компания представляет свой чип для компьютеров Apple M1, построенный на ARM-архитектуре по 5-нанометровому техпроцессу, первыми среди конкурентов, а также представляет первые устройства, работающие на нем 13-дюймовый MacBook Air, настольный MacBook Mini и 13-дюймовый MacBook Pro 19 ноября Официальный старт продаж PS5 практически по всей Европе Компания Citrus начинает отгрузку Sony PlayStation 5 в Украине, становясь первым официальным реселлером, выдавшим приставки покупателям Кстати говоря, этот старт продаж стал самым сильным стартом консоли в истории Sony 19 ноября Вышла в релиз Demon's Souls, пожалуй, единственная Next-Gen игра в 2020 году среди консольных проектов Невероятно красивый, проработанный до мелочей ремейк легендарной классики с PlayStation 3 с графикой уровня дорогих фильмов Голливуда 8 декабря Apple без официальной презентации представляет свои первые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением AirPods Max 10 декабря Нашумевший CD Projekt Red официально выпускает Cyberpunk 2077 24 декабря Компания Samsung удаляет пост с троллингом Apple за отсутствие зарядки со своей страницы на Facebook 26 декабря Канал Citrus выкладывает Альманах 2020 на YouTube И ты сейчас смотришь это видео до конца Спасибо за просмотр С наступающим!